Книга «Открытым оком», 11 том, тема Святая Библия, вопрос 2469. «Могут ли быть перенесены пророчества о царях и царствах, существующих во времена библейских пророков, на наше время или на будущее, или эти пророчества уже не актуальны?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сложнейший вопрос, и на него можно ответить и да, и нет. Частично, когда уже исполнится сказанное конкретно о ком-то, тогда ясно видно, что речь идет и о настоящем. Но заранее самому плотским умом своим вторгаться и переносить на сегодняшнее дело рискованное и смертельно опасное. 2 Петра 1, 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи-человеки, будучи движимы Духом Святым». «Пленение Израиля в Вавилоне исполнилось, и на пленение России в плену коммунистического рабства тоже. Тот же срок и тот же идол – вилл». Иеремия 51, 44. «И пощущу виллы Вавилоне, и исторгну из уз его поглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут». Не стоит разгадывать и строить из себя Нострадамусу того же лживого. 2 Законие 18, 22. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не избудется и не исполнится, то не Господь говорил себе слово, но говорил себе пророк по дерзости своей, не бойся его». Иеремия 14, 14-15 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Поэтому так говорит Господь о пророках, «они пророчествуют именем Моим. Я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле». Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. Пророчества даются не для разгадывания их, а чтобы по исполнению знать, что Бог жив, и сегодня и слой его непременно сбывается.